Добрый вечер. Мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Микетс. Занимаемся мы историей Йосефа и его братьев, пожалуй, самый драматический отрывок во всей книге Бриши, если не во всей Торе. На прошлом уроке мы много времени посвятили тому, чтобы понять мотивы поведения Йосефа. Может быть, для начала прочитаем текст, вспомним вкратце о том, что говорилось на прошлом уроке, а потом пойдем вперед. Так, глава 42. После того, как Яков посылает своих сыновей в Египет, ибо там, как ему стало известно, есть хлеб, кроме того, может быть, там еще что-то, помимо хлеба, есть у него еще какое-то предчувствие смутное, может быть, даже неосознанное. Сказано, и пришли сыны Израиля покупать вместе с другими пришедшими, ибо был голод в земле Кнаанской. Раши, как мы говорили, уточняется, слов мудрецов, что пришли они бетохабаим, замешавшись среди всех остальных. Они не прошли единой группой, как это говорят наши мудрецы, каждый из них вошел в другие ворота. Были тому две цели. Первая цель, как говорят мудрецы, то, что отец им сказал, не показывайте всем вместе сразу, подальше от дурного глаза. Если все увидят таких десять человек, все как на подбор, то, может быть, действительно это вызовет дурной глаз. А вторая причина то, что подчеркивается в самом начале стиха, и пришли братья Иосифа. Они не пришли, как сыновья Якова, они не пришли, как сыновья Израиля, они пришли, как братья Иосифа, что учат о том, как брит Раши, что они приняли решение, что несмотря на то, что они продали Иосифа в Египет, и не раскаиваются до сих пор, до сего дня об этом, о том, что они сделали это, безусловно, как они считали, по причинам важным и достаточным. Но вместе с тем пришло время найти Иосифа, выкупить его и постараться как-то закончить всю эту историю. Поэтому они входят каждый в другие ворота с тем, чтобы обойти город, просканировать его целиком, выяснить, могут ли они найти Иосифа, и, если да, затем уже заняться его освобождением. А Иосиф, он начальник над землёй, и он продаёт хлеб всему народу страны. Тоже мы здесь уточняли, что, по идее, нужно было бы сказать, Иосиф, хотя он начальник над землёй, несмотря на то, что он занимает очень высокий пост, человек номер два в государстве, но он занимается продажей хлеба, именно без его распоряжения никто не умеет продать хлеб. Почему так? Поскольку Иосиф знал, что рано или поздно его братья придут, он не хотел их пропустить. Ну и вот они, наконец, пришли. Кого они видят? Египетского чиновника. И пришли братья Иосифа и поклонились им лицом до земли, и увидел Иосиф в своих братьях и узнал их. Почему он их узнал? Брят мудрецы. Иосиф, поскольку, когда он ушёл от них, они уже были взрослыми людьми, все они уже были бородатыми, поэтому, если с тех пор в их бороде появилось несколько седых волос, то это уже не таким революционным образом изменяет внешность человека. Поэтому он их узнал. И притворился перед ними чужими, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли. И они сказали, из имени Кеннадской, чтобы купить пищи. И Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Почему они не узнали его? Да потому что, как говорят мудрецы, он ушёл из дома ещё юношей, в 17 лет, юношей безбородой, поэтому сейчас, когда у него появилась борода, она очень сильно изменила его внешность, вполне могли его не узнать. А почему не узнали его по голосу? Ну, это уже совсем просто, объясняют комментаторы, ибо с ними говорил переводчик, Иосиф общался с ними через переводчика, он шептал на ухо переводчику, а переводчик уже передавал его слова. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли. Вот здесь мы серьёзно остановились. Почему? Почему он устраивает этот спектакль? Почему он не признаётся своим братьям? Почему? Мы сразу же отвергли мысль о том, что, быть может, перед нами попытка отомстить им, покуражиться над ними. Безусловно, нет. И потому, что это не присуще Иосифу, и потому, что Иосиф понимает, что в конечном итоге, если это случилось, то случилось по воле свыше, как он в дальнейшем им и говорит, что если его продали сюда, в Египет, то была на то Божья воля, он уже это хорошо понял. Ну и самое главное, пожалуй, главное доказательство того, что Иосиф не собирается мстить, это то, как Тора в дальнейшем описывает его поведение. Мы видим, что ему очень трудно играть весь этот спектакль, ему трудно притворяться. Он плачет, он отворачивается от них, он не в силах выдержать этого. Человек, который мстит, он так не реагирует. Наоборот, месть сладка человеку, как мёд. Он упивается каждую минуту из его мести. Если Иосифу так тяжело, значит, им движут другие мотивы. Каких? Мы провели на прошлом уроке объяснение Рамбана. Рамбан обращает внимание именно на эти слова. «И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них». Те сны, которые он видел о них для них. Раши, комментируя этот стих, пишет, «Вспомнил он эти сны и понял, что они сбылись». Вот, пожалуйста, братья, самый первый сон был. Когда братья кланяются ему, смысл этого сна, а выражен был этот сон именно через снопы, когда снопы братьев кланяются снопу Иосифа, который, наоборот, выпрямился, встал прямо. Ну, вот, пожалуйста, он вознёсся. Сейчас они приходят, правда, они не кланяются ему как личности, они кланяются тому, кто сидит на мешке с хлебом. Он и выступает здесь, как мешок хлеба с хлебом. Ему они кланяются. Ну, вот, вроде всё и сбылось. Говорит, Романда, что подобное, что же сбылось? И если мы посмотрим внимательно, там текст, и речь шла там о том, что одиннадцать, все, то есть снопы всех братьев, они ему кланяются. А Иосиф быстро сосчитав, кто пришёл к нему, понимает, что одного не хватает. Бенемина. Нет уйдя здесь. Кроме того, есть ещё и второй сон. А именно, когда ему поклоняются уже луна, солнце, луна и звёзды. То есть, здесь уже ему кланяются не только его одиннадцать братьев, но и отец, и мать. Это вообще даже близко ещё не было, поэтому как же можно сказать, что сны сбылись? И тогда, говорит Романда, мы понимаем мотивы поведения Иосифа. А именно, он старается сделать так, чтобы сны эти сбылись. Ведь если он им сейчас скажет, ребята, я Иосиф, вот это я. Чем всё закончится? Закончится всё тем, что он должен будет нападать в отставку, распрощаться со своей должностью при дворе египетского фараона и вернуться в семью. Вот, собственно говоря, и всё, но тогда сны его не сбыли. Там, когда он вернётся в семью, вырос Исраэль, в доме отца, нет шансов, чтобы сны ему его сбылись. Почему ему будет кто-то кланяться? Почему? А уж тем более отец и мать. Только здесь, в Египте, когда он в действительности человек, который имеет возможность дать им жизнь. Когда он человек, который в состоянии их спасти. Только здесь, благодаря вот этому вознесению, когда он стал человеком номер два во всей колоссальной империи, только здесь на него могут сбыться. Вот поэтому он и начинает спектакль, цель которого – поставить братьев такие условия, которые заставят их принести сначала младшего брата Беньямина, и тогда сбудется, и только тогда сбудется первый сон, а затем, чтобы они привели сюда и отца, и тогда сбудется второй сон тоже. Это первый комментарий, который предлагает нам Рамбан. Нужно сказать, что… А Рамбан ещё приводит доказательство этого комментария, ведь если мы не примем такой комментарий, если мы будем искать какие-то другие мотивы, даже, ну, предположим, самый-самый неприглядный мотив, что он хотел действительно хоть немного отомстить своим братьям. Но отец-то здесь при чём? Это раз. Ведь, в конечном итоге, в результате всего спектакля, который он здесь играет, страдают не только братья, страдает и его отец, а он-то в чём не играл, это раз. Во-вторых, мы ещё понимаем, это объяснение, которое я предлагаю Рамбан, ответит нам на другой вопрос, вопрос, который, безусловно, каждый из тех, кто учит эту главу, должен задать. Почему на протяжении всех лет, которые Юсеф провёл в Египте, почему он не послал хоть маленькую открыточку домой отцу? Ведь он же знает, что отец оплакивает его как погибшего, как умершего. Он же слышал, что братья собирались представить отцу, потому, что он растерзан зверем. Ну, предположим, когда он был в рабстве, когда он был рогом, гнул спину на полях Патифара, было трудно посылать почту. Согласен. Может быть, даже, когда он стал управляющим в доме Патифара, может быть, тоже это было трудно, хотя уже это с трудом как-то можно себе представить. Управляющий большим умением, почему не может послать письмо своему папе в Эрцкрана, а уж тем более, когда он стал всесильным временщиком при дворе фараона, почему он здесь не может послать письмо? Маленькую открыточку, папа, у меня всё в порядке. Были некоторые проблемы. В общем, я оказался и в Египте, у меня неплохая работа, высокоплачиваемая. Ты за меня не беспокойся, всё нормально, всё хорошо, у меня семья, дети. Тору учим, Филин надеваем, всё в порядке. Иосиф, почему на протяжении многих-многих лет оставлять отца вот в таком неведении? Если, говорит Ромбанг, вы примете моё объяснение, его действия, мой комментарий, будет вам всё понятно. И если Иосиф написал бы это письмо, то вслед за этим ему пришлось бы явно находить какие-то пути, вернуться домой. Конечно, трудно будет разделаться с фараоном. Фараон хочет его на своём месте. По крайней мере, очевидно, что привезти свою семью в Египет и заставить их поклониться ему он уже больше не сможет. Зная, кто он, что он младший из братьев, они не станут ему кланяться. Можно сказать, что этот комментарий Ромбана вызывает возражение. Пожалуй, более откровенно выражает их раби Цхакарама, автор комментария Кедат и Цхак, и вот что он пишет. «Я изумляюсь тому, что пишет Ромбанг, будто бы Иосиф делал всё это ради того, чтобы сны его реализовались». А какая польза ему от этого? Ну, что ему от этого будет, если сны эти реализуются и не реализуются? Ну, а если даже предположить, что он действительно получил какую-то пользу? Значит, во-первых, я не знаю, какая польза. А может, я не всё знаю, может, я не всё понимаю. Наверное, какая-то польза есть. Может быть. Но всё равно, разве ему следовало грешить таким образом против отца? То есть, два возражения. Первое. Какая польза может быть человеку от того, что он старается, прикладывает свои собственные старания, чтобы реализовать сон? Приснился тебе сон? Тебе кажется, что этот сон – вещи? Ну, какой смысл стараться его реализовать? Если человеку снится, что он через две недели должен быть в Хайфе, есть ему какой-то смысл через две недели ехать в Хайфу? Ладно бы ему ещё приснилось, что через две недели в Хайфе он найдёт сокровища. Ну, я бы тогда, может быть, тоже поехал и не задавал бы лишних вопросов, нужно или не нужно. А вдруг действительно? Ну, что здесь? Что братья ему кланяются – это то, чего ему не хватало. Он правитель Египта, ему кланяются миллионы людей, включая всех министров, замминистров. Ему нужно, чтобы ещё и его старшие братья покланялись. Это то, чего ему в жизни не хватает. Но даже если есть какая-то польза. Вроде я ничего не знаю, не понимаю её, есть какая-то польза. Но как же можно это делать? Ведь есть же здесь ещё отец, помимо братьев, настолько большая польза от реализации сна, что ради этого можно причинить боль отцу, наполовину. Ну, а что же касается снов, и здесь он возвращается к своему первому возражению, Акидат Ицхак. Тот, кто посылает сны, осуществляет их истолкование. Это твоё дело? Одно из двух. Если этот сон просто, как большинство снов, откуда-то вылез из подсознания человека в момент сна. Ну, так ты думаешь, что это сон вещи, что он свыше пришёл, что тебе его кто-то послал. Так тот, кто тебе его послал, он уже будет заботиться о том, чтобы этот сон исполнился. Это его дело. Не твоё это дело. Человек, который видел этот сон, заботится о его реализации, о его исполнении. Насколько глуп человек, который постарается осуществить свои сны? Ведь если они исполняются, так это же происходит не потому, что он постарался, а потому что тот, кто прислал эти сны, он и сделал. А не потому, что тот, кому они приснились, он сделал усилия для того, чтобы их реализовать. Так пишет Акидат Ицхак. С ним согласен ещё раз комметатор, он не единственный в этом мнении. Можно ли так рубить с плеча, как он пишет, что нет никакого смысла абсолютно, это просто глупость стараться реализовать свои сны? Ну и не знаю, можно ли так называть это глупостью, потому что есть описание в Танахе некоторых снов, после которых мы видим, что люди, в общем-то, по крайней мере, можно так понять, что они стараются приложить усилия к тому, чтобы эти сны реализовались. Это первое. Второе. На претензии, на возражения Акидат Ицхак есть ответ. Ответ этот даёт уже куда более поздний комментатор, Анецив, в Толе, Цвилда, Берлин. И объясняет он следующую вещь. Когда Йосеф… В общем-то, получается, что у него комментарии Раши и Рамбана соединяются в нечто общее. Напомню. Раши пишет. И вспомнил Йосеф свои сны, которые он увидел для них. Раши. И понял, что они сбылись. Рамбан, говорит, и вспомнил он сны, и увидел, что они не сбылись. С точки зрения, наоборот. А как их объединить вместе? А вот как бы это. Когда ему сны эти снились, он ощущал, что они вещи. Поэтому-то он, собственно говоря, и рассказывал. В своё время мы задавали вопрос. На первый взгляд, кажется, что не очень умное поведение Йосефа, то, что он рассказывает брать им свои сны, и тем самым он навлекает на себя их гнев. Зачем он это делает? Нерациональное это поведение, недостойное умного человека. Ну, приснился тебе. Ну и молчи. Зачем ты рассказываешь так? Зачем тебе дразнить братья? А поскольку он, ответ на это, поскольку он ощущал, ему так, по крайней мере, казалось, что сны эти пророческие, то пророк, который получил пророчество, то есть он получил некоторую информацию свыше, ему нельзя её удерживать. Он должен рассказать. И поэтому он вспомнил сны, которые он видел о них. То есть это были сны не столько ему, которые обещали то, что он будет великим. Это сны братьям. Это была информация через Иосифа над братьям. О чём информация? Да, что Иосиф действительно займёт главенствующее положение. А им придётся с этим смириться. Может быть, это неприятно, может быть, это нелестно им, но такова воля свыше. Так и Урахаим тоже объясняет, что он просто хотел вам сообщить, что такова воля свыше. Поэтому, какие бы ни были ваши взгляды на Иосифа, вам придётся преклонить голову перед желанием Всевышнего. Стало быть, если это пророчество, его нельзя удерживать. Его нужно рассказать. И не только нужно рассказать, но и если в этом пророчестве есть какие-то определённые детали, то как детали поведения человека, не то, что происходит вокруг, а детали поведения человека, то тогда пророк, получивший это пророчество, он должен постараться его и реализовать. Поэтому, говорит Али Циев, если, может быть, были какие-то сомнения до сих пор, а может быть, сны эти не пророческие, а может быть, просто ему что-то так привиделось, то когда он увидел своих братьев, кланяющихся ему до земли, и он увидел, что первый сон сбылся, а Марк говорит, не совсем сбылся, нет ещё одного брата, но в общем и целом уже идёт к тому, что сны сбываются, да, значит, по крайней мере, пусть он не сбылся точно, но он почти сбылся, значит, сон-то был вещий, пророческий, а если так, коли он пророк, то ему не только что нельзя это скрывать, он и не скрывал это, но и сейчас он понимает, что его обязанность, прямая его обязанность постараться этот сон реализовать. Поэтому, говорит Аминцын, мы можем принять комментарий Рамбана, что всё, что он сделал, было для того, чтобы исполнить эти сны. Тора сама, казалось бы, указывает здесь на мотивы его поведения. И вспомнил он, как это ещё раз в тексте, уточним это в тексте, «И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы шпионы, вы пришли высмотреть на готовитый зиму». Весь этот спектакль с обвинением, шпионажей и все последующие его действия, они исходят из того, что он вспомнил сны и старается их реализовать, ибо, как пророк не имеет права скрывать пророчество, точно так же он должен предложить усилия к их реализации. Так что на первый вопрос Акидад Ицхак есть у нас ответ, есть у нас ответ, оправдывающий комментарий Рамбана вполне. Но вот второй вопрос, который задал Акидад Ицхак, с ним сложнее. Всё это замечательно. Хочешь исполнять пророческие сны, очень здорово, за свой счёт. Но не за счёт отца. Причём здесь отец? Настолько это важная вещь, суперважная вещь, что можно… И скажем это по-другому. Предположим, что действительно пророк должен постараться реализовать свои сны. Но, может быть, можно было делать это другим способом. Изменив сценарий. Ведь Юсеф избрал здесь очень жестокий сценарий, в результате которого страдают не только братья, но и отец. А это зачем? А это почему? Можно сказать, что и сам Рамбан, в общем-то, почувствовал этот вопрос. Он не обошёл его. И в конце своего комментария он пишет следующую вещь. Почему он избрал именно вот такой вот сценарий, при котором сначала братья привезут Бениамина, потом на следующем этапе постараются привезти отца, чтобы реализовать эти сны и именно вот в такой форме, потому что он подозревал, пишет Рамбан, быть может, в качестве предположения, может быть, он подозревал, что между Бениамином и старшими братьями существует известная напряженность. Она могла возникнуть прежде всего. Потому что Бениамин, ведь вспомним, что Бениамин, он брат Юсефу не только по отцу, но и по мате. Все остальные братья, они его братья только по отцу, а не от других матерей. Стало быть, с Бениамином у него была самая-самая тесная связь. И она очень связь кровная. Не исключено, что Бениамин почувствовал что-то не было. Что он почувствовал, что исчезновение Юсефа, оно не просто так. Быть может, он стал подозревать, что братья каким-то образом были замешаны в этом деле. Если так, то братья не могли не ощутить этого подозрения. Не исключено, что между ними могли возникать и напряженности, и стычки. Если так, то они в какой-то момент могли бы, быть может, если они уже постарались его убрать в свое время, так может быть, они теперь постараются убрать и Бениамина тоже. Поэтому, говорит Рамбан, он хотел их здесь испытать. Поставить в их условия, вот когда они пойдут по дороге с Бениамина, не попытаются ли они с ним расправиться. Или, может быть, даже то, как он планировал в Валмейше, что когда Бениамин придет, он попытается его арестовать. Что они скажут? Ну, очень печально, конечно, чтобы Бениамина арестовали, но в этом есть, как и в каждом трагическом событии, есть, может быть, какие-то светлые стороны. Ну, по крайней мере, хотя бы еще одного траблмейкера мы сбагрили таким образом с Рамбаном. Но в общем и целом, кушая проблема, она здесь очень серьезная, а ответ Рамбан недостаточно, недостаточно силен, чтобы этот вопрос полностью закрыть. Еще раз вопрос, даже если предположить, что есть какой-то смысл в стараниях по реализации снов, то почему это должно было быть именно в такой форме, которая принесет страдания отцу, якобы. Поэтому другие комментаторы идут совершенно иным путем. Прежде всего, сам Акидат Ицхай, после его двух вопросов против Рамбана, пишет он так. «Очевидно, что первоначальным намерением Юсефа было проверить, ненавидят ли братья его по-прежнему, или же раскаялись в том, что совершили». Но он не нашел другого способа сделать это, как только выявить их отношение к своему брату по матери, посмотреть, как они поступят, увидев его в беде или в опасности. Именно ради этого Юсеф сразу выдумал навет об украденном кубке. Только тогда там не было Бениамина, и поэтому пришлось предъявить другое ложное обвинение, чтобы заставить их привезти Бениамина в Египет. Другое ложное обвинение имеется в виду обвинение в шпионаже. Ну, попробуем пояснить. Что он здесь пишет? Юсеф понимает, что помимо того, что у него есть личное отношение с братьями, братья действительно провинились. Они думали, они считали, они считали, что они делают правильный поступок, это верно. Они считали, что необходимо брать Юсефа, иначе семья просто расслабится. Он разрушительный элемент семьи. Так они считали. На основе этого они поняли, что нужно каким-то образом убрать из семьи. И так или иначе, есть на них вина. Эту вину они должны искупить. Нужно в этом раскаяться. Может быть, может быть, нужно помочь братьям привести к раскаянию. Хотя, с другой стороны, как? Ну, вполне могу себе представить, что если бы Юсеф сразу же им признался. Сказал, я Юсеф, я с удовольствием вас приму, я вас накормлю, я вас спасу. Наверное, они в конечном итоге тоже, конечно, была бы не моя сцена некоторое время, но бросились бы они ему на шею. Да, бросились бы ему на шею. Ну, и что? Было бы это раскаяние? Ну, совсем. Почему? Харамбам, как известно, в законах о раскаянии пишет... Что такое раскаяние? Это шува. Ну, прежде всего, человек должен пожалеть о том, что он сделал. Это минимум раскаяния. Он должен исправить то, что он сделал до сих пор. Он должен решить, что в будущем он больше никогда такого не делает. В итоге он должен еще и признать этот грех исповедаться. Вот эти четыре части раскаяния по Рамбаму. А после этого Рамбам пишет и еще. Одну фразу. А что является полным совершенным раскаянием? Если человек... И он дает здесь такой пример. Предположим, человек, который согрешил с какой-то женщиной. И если через некоторое время он попадает в совершенно подобную ситуацию с той же самой женщиной. И он по-прежнему, чувства, которые он испытывал к ней раньше, он испытывает к ней эти чувства и сегодня. И он вполне здоров и физически, и во всех отношениях. И никто им не помешает. Вот если в этих условиях он взял себя в руки и не согрешил и отказался, вот это полное совершенное раскаяние. Любое раскаяние, оно раскаяние. Если человек, даже не находясь в такой же точной ситуации, решил, что больше он так делать не будет, понял, что он ошибся и пожалел об этом, ну, это уже раскаяние. А почему оно не полное? Да потому что иногда человеку кажется, что он в других обстоятельствах, не в тех, которые были тогда. Ему сейчас жалко, ему сейчас неприятно, он действительно сожалеет о том, что он делал. Но может быть это раскаяние еще не глубокое. В нашем случае. Если братья Юсефа сейчас бросится ему на шею, даже, может быть, попросит прощения. Это сто процентов искренне. Не совсем. Ведь сейчас они голодные люди, которые пришли с голодного края. Они пришли для того, чтобы купить кусок хлеба, чтобы позаботиться о своих семьях, чтобы их семья не умерли с головы. Да, конечно же, кому угодно кинуться на шею. Лишь бы хлеба-то. Поэтому, быть может, даже если своими действиями они вполне, они будут выглядеть, как люди раскаивающиеся. Они, может быть, даже поплачут немножко. Но всегда остается всегда сомнение. Быть может, где-то в глубине души они на самом деле не раскаиваются, что они пропали. И они остались присвоены. Только сейчас, так уже случилось. Сейчас Ашгаха проведения подняла его на гребень власти. А их она опустила, наоборот, вниз. Сейчас он всесильный повелитель. А они голодные люди, которые хотят купить хлеба. Но сейчас они готовы, конечно, раскаиваться. Сейчас, может быть, им кажется, что они просто так сыгут. А на самом деле внутри нет. Вот здесь вот, чтобы была полная, и это то, чего хочет из-за его, чтобы была полная труда, полная раскаивания, он должен поставить их, так, как пишет Рамбель, в ситуацию, которая будет точно напоминать тот самый грех, который они совершили. В чём был их грех? В том, что они постарались избавиться, продали его в рабство, постарались от него избавиться. И вот теперь, когда его место, он моделирует ситуацию, когда его место займёт Бениамин, прежде всего он действительно напоминает его самого, ибо он его брат по матери. Они все от другой матери. И он поставит их в такое условие, а не то, что он их поставит в условие, что они будут идти где-нибудь по тёмному переулку, и, может быть, у них возникнет возможность сейчас сбросить его в Нил, и призвать им уж на камень шеи, и у него убежать. Конечно, нет, об этом он и не думал. Нет. Он с самого начала запланировал то, что будет в конце, а именно, когда Бениамин придёт, он обвинит его, найдёт способ обвинить его в воровстве или ещё в каком-нибудь преступлении. Скажешь, что этого молодого человека нужно арестовать, и он останется здесь в наказании за своё преступление в рабстве, а вы можете идти домой. Вот здесь вот они проникнутся. То есть, если они скажут, что же мы можем сделать, очень жалко. Ну, а что мы можем сделать? Мы можем сейчас воевать с Египетской империей, можем сейчас воевать с Египетской империей, и уйдутся. Это значит, что настоящего, полного сожаления ещё нет. Ведь сожаление было. В самом начале урока я сказал, почему братья Йосефа вошли, прятали среди других, почему они не вошли одной группой, почему каждый из них вошёл в другие ворота, прошёл через другой контрольно-пропускной пункт. Потому что они хотели найти Йосефа, они хотели его выкупить. Да, конечно, если бы им сейчас представилась возможность, они на какой-нибудь из улиц вдруг увидели Йосефа в качестве раба, который таскает кирпичи или ещё что-нибудь делает, конечно, они бы его выкупили. Ну, как? Одной брат всё-таки. Да, то, что было, было. Было, и бельём поросло. А вот теперь начинаем новую страницу. Да. Это было. Но насколько это глубоко, насколько это, сожалению, глубоко в действительности, до конца можно будет поднять, только если смоделировать им ситуацию, ту, в которой были они когда-то 22 года тому назад. И вот здесь проверится. Если они вздохнут, скажут, что очень жалко, и отправятся домой к папе, объяснять ему, что вот так, они очень сожалеют, но так получилось, что ещё один сын пропал, тогда их сожаление неглубокое. Если они будут, как на самом деле и произошло, если они будут стараться сейчас самоотверженно бороться до последнего, упрашивать, умаливать, плакать, угрожать, а не знать, что делать, на стенки лезть, только для того, чтобы, пока их не вытолкивают, пока их не выгонят, постараться вернуть Бениамина, тогда Юсеф может быть уверенным, что на самом деле было здесь настоящее раскаяние, и после этого он может им признаться и сказать им, я, Юсеф. Это объяснение Акидат Ицхак. Недалеко от него, недалеко от него, объяснение Абарбанеля. Дом Ицхак Абарбанель даёт своё мощное, в твердом комментарии, два варианта поведения, поведения Юсефа. И когда он начинает объяснять второй вариант, я бы на самом деле, может быть, с этого начал вообще всю историю, а именно, второй вариант его объяснения, он начинает с того, что Юсеф, в общем-то, не очень сам знал, как себя повести. То есть, быть может быть, мы вообще здесь делаем ошибку. Мы изучаем вот эту вот ситуацию, задаём вопрос, каковы были мотивы Юсефа, и хотим получить чёткий, строгий ответ, по которому будет ясно, почему он сделал так-то и так-то и так-то. А скажите, пожалуйста, а мы с вами, мы всегда знаем, почему мы делаем так-то или так-то. Да, конечно, нет. Иногда подобного рода вещь, может быть, приведём из Талмуда. Самые мудрицы говорят об этом. В трактате Мигела Гмара спрашивает, почему Эстер провела себя таким странным образом после того, как она первый раз явилась к царю Ахашвирошу. Это было очень рискованно. Но был невероятный успех, невероятная удача. Царь протянул ей свой скиптор и сказал, что ты хочешь. Ну и весь мир замер. И что она сейчас скажет? Она приглашает царя с Аманом к тебе на пир. Зачем? Почему? Что за идея? В Гмаре приводится там с десяток объяснений Танаим, Амураим, людей самых разных поколений, в чём здесь была её идея. И объяснения эти очень далёкие друг от друга, иногда и противоречившие, почти противоречившие друг другу. И после этого заканчивает это обсуждение Талмуд в следующем образом, что один из Амураим спросил пророка Ильяу, который мы именем. Почему же на самом деле Эстер так действовал? Каковы причины её поведения? А что Ильяу сказал? Причины все те, которые указали, те все Танаимы, те Амураим, т.е. те, которые указаны с десяток различных объяснений, все они и были у неё в голове. Т.е. очень часто, когда человек делает какое-то действие, тому есть самые разные мотивы. Одни мотивы осознанные человека, другие менее осознанные. Ну и среди осознанных может быть много. Человек сам может метаться, делать так, получать или не так. Иногда в ходе дела он окажется в какой-то ситуации, принимает определённую или иную поведение. Или въезжает в ситуацию, ещё не имея чёткого плана. Может быть, и так это было. Да, Йосеф знал. Мы это видим по всему тому, что было раньше. Он знал, что братья рано или поздно придут. Он готовился к этому, поэтому он и сдал такие приказы, чтобы никто не мог продавать хлеб без его соглашения, без его визы. Да, это верно. Но если вот сейчас, когда они уже здесь... Ну и что сейчас? Так что не исключено, что было здесь несколько самых разных мотивов. Ну и какие же? Хабарбанель в первом своём комментарии говорит так. Йосеф понимал прежде всего, как он это в дальнейшем и скажет своим братьям уже после того, как он им открылся, что он говорит. И сказал Йосеф своим братьям, подойдите ко мне. Они подошли. Сказал, я Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет. Очень неприятная фраза. Я тот, которого вы продали в Египет. И он тут же прибавляет. Но теперь вы не печальтесь. И мне кажется вам досадно. Не прячьте глаза. То, что вы меня продали в Египет, это не страшно, что вы продали меня сюда. Ибо для поддержания жизни послал меня Бог перед вами. Для спасения жизни. Вы думаете, вы меня продали? Да это Бог меня сюда привёл. И знаете для чего? Я вам сейчас объясню. Два года уже голод в стране, и ещё пять лет будет без пахот и без жата. А я здесь оказался именно для того, чтобы спасти вас от голодной смерти. Он понимает, что вся эта история, в общем-то, она закончила, то есть, его отношения с братьями на вот этом этапе, они закончились для него очень хорошо. Он и лично, конечно, у него были неприятные дни и, может быть, даже годы в его жизни. И он сидел в тюрьме, и он был в рабстве, это верно. Он в конечном итоге всё кончилось большим взлётом. Да и больше того, не просто взлётом, а он сейчас ощущает ответственность за то, чтобы прокормить всю семью. Он спаситель всей семьи. Так что, значит, в общем и целом всё кончилось хорошо. Поэтому достойны ли братья наказание за то, что они сделали за продажу? В общем, нет. Но, но, не будем забывать, что поступок человека измеряется не только тем, какой был у него результат, но и тем, какие были у человека намерения. Так что, даже если всё кончилось хорошо, всё кончилось хэппи-энд, то есть, тем самым путём, которым братья хотели причинить ему зло, они на самом деле причинили ему, они сделали ему только добро, но вместе с тем намерение здесь было. Как говорится, после всего этих намерений Юсеф отделался лёгким испугом, или нелёгким, но, по крайней мере, этот испуг они ему причинили. Значит, значит, им необходимо не только раскаяние, им необходимо, прежде всего, искупление, им надо искупить этот, хоть небольшой, но грех надо им искупить. И Юсеф берёт на себя здесь заботу о том, чтобы братья вот так вот искупили этот грех. Как искупается грех? Есть у нас правило, ряд мудрецы, принцип он мида кинегит, мидас, меры за мир. Поэтому он моделирует ситуацию, которая будет напоминать все те грехи, которые они делали. Обратим внимание. Акедат Ицхак говорит, что Юсеф моделирует ситуацию, в которой братья окажутся как на экзамене. Это будет им испытание. Раскаялись они или нет. Но, помимо раскаяния, есть ещё другая вещь, а именно необходимо искупить грех. Абербанель здесь объясняет иначе, не как Ицхак. Юсеф моделирует ситуацию, которая не будет ставить их перед испытанием, которая не будет им экзаменом на то, сожалеют ли они о задеянном или нет. Нет. Это будет ситуация, в которой зеркально будет отражаться мидакинегит, мера и замер, то, что они сделали. И если они при этом хоть немного пострадают, как? Они тоже отделаются лёгким испугом, но, по крайней мере, в том же самом направлении, в котором они причинили лёгкий испуг Юсефу. Это и будет их искупление. И Абербанель объясняет это более детально. А именно, в конечном итоге Юсеф не причинил им никакого реального зла, но испугать он их сильно испугал. И первое. В чём начался состоял самый первый грех братьев по отношению к Юсефу? В том, что они подозревали его, что он за ними шпионит и доносит отцу, и все его разговоры с отцом про поведение братьев смыслом был именно доносительство. И не просто, а он ещё и ходил за ними и собирал на них компромат для того, чтобы он мог очернить перед отцом. Вот почему самое первое, что он им говорит Юсеф, когда они пришли, он им говорит, и вспомнил Юсеф сны, которые снились ему о них и сказал им, вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли. Они его обвиняли в шпионстве, замечательно, а теперь вы получите обвинение в шпионаже, попотеете. дальше. Они в конечном итоге, когда он пришёл к ним в шхем, они бросили его в яму, из которой он не мог выйти. Таким образом отняли у него свободу. А посмотрим, что сказано дальше по тексту. Текст этот мы не дочитали. Читаю текст. И они сказали им, после того, как братья выслушали обвинение в шпионаже, они сказали им, нет, господин мой, рабы твои пришли купить пищу. Шпионаж, мы просто есть хотим. Мы все сыновья одного человека, мы честны, не бывали рабы твои шпионами. Но он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу этой земли. И они сказали, нас, рабов твоих, двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле Кнанской, и вот меньше теперь с нашим отцом, а одного не стало. И сказал им, Иосиф, об этом я и говорил, о, как раз вы шпионы. Этим вы будете проверены, клянуть жизнью фараона, что вы не выйдете отсюда, пока не придет ваш меньший брат. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата, а вы будете задержаны. И проверены будут ваши слова, правда ли у вас, если нет, жизнью фараона кляну, что вы шпионы, и взял их под стражу на три дня. Они бросили его в яму, посидите вы тоже в камеру в подвальном помещении. Для него эта яма кончилась довольно быстро, его оттуда вытянули. Верно, он их тоже освободит через три дня. Пока что мирой за миром. Дальше пишется оборбанель. Есть еще продолжение. После того, как он их выпустил из подстражи, сказал, нет, я передумал, вы все отправляетесь домой, а один из вас останется со мной. И на их глазах взял Шимона и арестовал. Он выбрал не случайно. Почему именно Шимона? Одно из объяснений. Шимон был тем, кто столкнул его в яму. После того, как братья все решили, что нужно бросить его в яму. Предложение было Рувена, но тот, кто реализовал это, был Шимон. Иди сюда. А вас я прошу остаться. Остальные свободы. Снова моделируются ситуации, в которой, вот как они тогда, одного из них бросили его в яму, а сами готовы были уйти. Ну, пожалуйста, возьмите. вот это первое объяснение Брубанеля, то есть, он старается здесь на благо братьев, старается создать ситуацию, в которой они смогут искупить свой грех. Второе его объяснение, второй вариант. Может быть, на самом деле было другое намерение или добавочное намерение, может быть, у него было много намерений, несколько намерений, по крайней мере, несколько мотивов. Воселье думал, как сейчас быть, как ему поступить. Предположим, он сейчас откроет, скажет, ребята, я ее сэф, все хорошо. Немная сцена, потом теплая встреча, а потом что? Потом они скажут, ну, все очень хорошо, замечательно, ты, я не знаю, мы не знаем, можешь ли ты оставить свою службу или нет, ну, дай нам хлеба, мы придем домой, надо же, помимо всего прочего, надо накормить, народ-то надо накормить. Ну, хорошо, возьмите хлеб, они уедут. Ну, понятно же, что он будет один раз. Ну, сколько, пришли 11 человек с 11 ослами, так, осел, это не грузовик, сколько уже можно на осле унести? Ну, можно на нем несколько десяток килограмм унести, но понятно, что это решение вопроса, кончится через месяц-два и это кончится, значит, Юсефу придется их кормить, ему придется их кормить, когда они находятся там, в земле, к нам. А вот это уже Юсеф боялся. Почему он боялся? Да, он человек номер два в империи, совершенно верно, но все-таки он чужак. И более того, когда подобным образом вот так вот взлетает человек выше всех тех, которые годами служили фараону при дворе, медленно продвигались в своей карьере и вдруг вытащили кого-то из грязи в князи и поставили им на их головы над ними, то понятно, что они спят и видят, как можно его свалить, как можно его завалить. И если Юсеф начнет брать из государственной казни, а ведь он сам позаботился о том, чтобы весь хлеб был национализирован, была продразверстка в первой выставке до 1918 года, в результате этой продразверстки весь хлеб принадлежал фараону государству. Если он будет сейчас из государственной казни посылать в другую страну и кормить там каких-то людей, то не исключено, что его начнут обвинять в том, что он какие-то вражеские элементы он поддерживает, тем самым обворовывая казну. Хлеб, выращенный трудовым египетским народом, а он его тратит на своих родственников, которые вообще не граждане государства и которые... Понятно, что давать подобный повод для подрывной деятельности против себя Юсеф не хотел. Значит, у него есть только один путь. Это убедить братьев, чтобы они пришли сюда, в Египет. Попробуй их убедить. Скажи, что они здесь в этом Египте потеряли? Что им здесь делать? Противное гадкое место для любого еврея, так, как Египет выглядел тогда, конечно. Абсолютно нечего им здесь делать. Вот поэтому он и придумывает такую вот уже на виртуозную идею. Сначала он... Сначала ему нужно, чтобы все пришли, а для того, чтобы все пришли, ему сначала нужно выманить Бениамина, потом уже... Вот два комментария о Бурбане. Замечательные, блестящие. Две проблемы с ним. Одна общая к двум комментариях. Какое все это имеет отношение к нам Йосефу? Почему же этот вопрос? Но ведь Тора же настаивает. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы шпионы. То есть весь этот спектакль начинается с того, что Тора говорит, и вспомнил Йосеф. Просто хронологическая связь. Во-первых, он вспомнил сны, точка, а во-вторых, он еще решил притвориться, что он их не знает, что он чужой. Да нет. Ведь Тора явно указывает, что причина его поведения связана со снами. Какое отношение имеет к снам все то, что он писал о Барбане, то, что он хотел помочь им искупить грехи, или то, что он хотел позаботиться о том, чтобы они пришли в Египет, на первый взгляд абсолютно никакого. По Рамбану все гладко, Рамбан выходит, комментарий Рамбана выходит из этого стиха. Вспомнил сны, увидел, что они еще не полностью реализовались, не полностью сбылись, и постарался сделал такой спектакль. А Барбанель сам знает эту проблему, она ему не скрыта. И отвечает он на этот наш вопрос следующим образом. Как все эти планы его связаны со снами? Для кого были эти сны, спрашивает Абарбанель? Всевышний дал ему эти сны, в которых было ясно, что Юсеф когда-то возвысится и пройдет это через хлеб, и вот будет так. Что в конечном итоге весь дом и братья и даже родители ему поклонятся. Это было не для Юсефа. Юсеф и так чувствовал себя, он в своей душе безусловно чувствовал колоссальной силой и ощущал себя лидером. В этом не основные были для братьев, для того, чтобы они получив знак свыше преклонили головы, хотя это младший брат и Мизин, почти Мизин, был еще Бениамин, но по крайней мере младший брат, чтобы они все-таки смирились с этим. и приняли этой семье. Они это не захотели сделать, они этих намеков в снах не увидели, они отнеслись к ним, иначе не согласились с тем, что сны эти вещи пророческие, то есть информация прошла у них мимо ушей, из-за этого они сделали все то, что сделали, из-за этого и пришлось Юсефу пережить так много страха, все закончилось хэппи-энд, да, конечно, но вместе с тем намерения были нехорошие, стало быть, то, что Юсеф вспомнил сны, так пообъяснять, вспомнил он сны, которые он видел, о них, точнее перевод это барбанель, нужно читать, понимать, это для них, он вспомнил сны, которые Всевышний послал ему для них, чтобы дать им информацию, что смотрите, Юсеф будет с конечным царем, он будет властилином, вы ему поклонитесь, они отказались принимать эту информацию, не захотели, поэтому наоборот, вместо того, чтобы преклонить перед ним свои головы, постарались убрать его, постарались избавиться от него, и этим-то они согрешили, поэтому и необходимо дать им сейчас возможность, чтобы искупить свои грехи, так объясняет Абурбанель. Понятно, что есть в этом определенная доля, немножко натянута, очевидно, что в этом плане, с точки зрения привязки к снам, комментарий Рамбана более близок к тексту, с комментариями Рамбана у нас другая проблема, почему идея о том, чтобы исполнять, реализовать все сны, почему отец его должен страдать, Абурбанель, это первая проблема, мы сказали в его комментариях, как это связано со снами, ответ, который он дал, он отвечает, но не так, чтобы человек почувствовал абсолютно убедительный, ответ есть, но не самый убедительный. Есть еще вторая проблема с этим комментарием, с первыми, которым Абурбанель говорит, что идея Иосефа была в том, чтобы дать возможность искупления, а кто сказал, что, это возможность искупления, понятно, любой человек, согрешив, он должен искупить свой берег, очевидно, это касалось братьев Иосефа, да, как любого человека, который поступил неправильно, но почему вдруг Иосеф решает, что это его задача заботиться об искуплении своих, своих братьев, точно то же, что мы задаем вопрос аналогичный того вопросу, который задал Акидат Ицхак на комментарии Рамбана. Акидат Ицхак спросил, почему вдруг Рамбан считает, что тот, кому приснился сон, он ответственный за его исполнение, кто прислал сон, тот позаботится об его исполнении, почему тот, кто увидел сон, должен его исполнять, это не его дело, сужен верно, поэтому мы пришли к другому комментарию, сам Акидат Ицхак и Амбарбанель, идея была в том, чтобы дать им возможность искупить свой грех. Опять, а чья это задача? Это задача человека искупить свой грех. Никогда не забыл, несколько лет тому назад меня спросил один Аврех, вот, вы знаете, один человек украл у меня деньги, ну и что? А вот какое ему дать, как сделать так, чтобы он этот грех искупил? Как человек поднимал глаза кверху, так, очень праведный, очень заботится о том, чтобы человек, укравший, искупил этот грех. Не твое дело совершенно. Наше дело, как наладить отношения между людьми, а уже Бог заботится о том, чтобы человек искупал свой грех, или сам человек заботится о том, чтобы он раскаялся, сделал шиву, и тем самым грех был бы искуплен. Но если уж нужно пострадать немножко, то это не значит, что один сосед должен постараться другому, из чистой любви к нему, конечно, сделать так, чтобы тот немножко пострадал, и тем самым искупил свой грех. Вовсе нет. Вовсе нет. Представьте такую ситуацию. «Сосед сверху, на верхнем этаже, он поздно вечером гремит, двигает мебель, и в результате сосед снизу проснулся». Ужасная, хорошая вещь. Геза решена взять, не дать человеку поспать, это действительно нарушение, нарушение четкого запрета, который называется «Аддворим», то есть причинить страдания другому человеку. Подумает сосед снизу, ведь еврея же надо любить, поэтому соседа сверху тоже надо любить, а любить его, это значит дать ему возможность искупления. Вот завтра ночью, когда он заснет, я возьму швабру и начну стучать ему в потолок, он проснется, «Медакенегедмеда», он меня разбудил в полтретьего, и я его сбуду в полтретьего, тем самым я из чистой любви к нему даю ему возможность искупления. Наверное, это смешно, смешно, лицемерно. Именно поэтому, именно поэтому, ведь Иосиф понимает, он же, он не мститель, мы уже видели, он не граф Монте-Кристо, который считал своей, что он облечен провидением на то, чтобы отомстить людям или дать им возможность искупить то, что они против него сделали. С большим трудом можно себе представить, что Иосиф действительно будет руководим вот такими вот мотивами, дать возможность братьям искупиться. Значит, нам придется продолжать искать другие мотивы. Не нашли мы до сих пор ни одного объяснения, которое бы полностью, полностью ответило бы на все вопросы и дало бы ощущение того, что вот есть у нас четкое объяснение, почему же Иосиф так себя вел. Может быть, на самом деле это и не страшно, потому что я уже говорил раньше, не исключено, как и в жизни бывает, что человек сам не всегда точно отдает себе отчет, почему он так действует. И может быть, у него было несколько различных мотивов, может быть, из них, из самых различных мотивов, в конечном итоге, нам удастся хоть немного понять его поведение. Мы стараемся изучать этот отрывок так подробно, прежде всего, потому что в действительности это, пожалуй, единственный во всей Торе отрывок, в котором есть четко фабула, есть здесь развитие сюжета, есть здесь образы, есть здесь коллизии, то есть перед нами некоторый отрывок литературного характера, поэтому мы стараемся понять его до конца, выяснить, что же, чем руководствуются действующие лица всей этой драмы, и Йосеф, и его братья, и отец, ну и тот, кто устроил всю эту историю, творец мира, который свел здесь разных людей в таких драматических обстоятельствах.